Уважаемые старосты, уважаемые наши гости из правительства, коллеги, сегодня мы собрались, к сожалению, не в полном составе, но совещание состава с 13 пунктом муниципального образования Канисельского муниципального района сегодня все-таки состоится. К сожалению, не все приехали, не все смогли. Я хочу просто маленькую статистику назвать. У нас представитель комитета по финансам Марков Роман Иванович и вице-губернатор по строительству Михаил Иванович, Москвин, они были здесь и поставили оценку 5 по всем работам, которые проведены в этом зале. Ну что, это немножко о том, где мы находимся. И, наверное, давайте пару слов еще я скажу о том, что мы с вами уже живем более 10 лет в рамках реализации 131-го закона на территории Российской Федерации. Практически в такое же время он реализуется на территории Ленинградской области. И если, уважаемые старосты, я к вам обращаюсь в первую очередь, конечно, вы помните, что до реформы институт старост, но тогда мы его с вами так не называли, старосты были в каждом населенном пункте, институт старост, как теперь мы его называем, он тогда очень хорошо работал в Ингисевском районе. И вот на рубеже реформ мы немножко потеряли тогда темпы, ну не знаю, не то что растерялись, но менялись форматы, менялись подходы к работе. И очень хорошо, что именно в нашем районе институт старост в то время, в переходное время, в первые годы работы 131-го закона, он сохранился. Это очень важно. Уважаемые коллеги, позвольте мне вас приветствовать на Ленинградской области, в столице Ленинградской области. Уважаемые земли, я выражаю простую человеческую благодарность, что вы взяли для себя такое мужественное и ношение. Тот объем работы, который вы сегодня выполняете, ту воду, в которую вы вошли и окунулись, и уже знаю, что она давно, уже была отмечена. Это, конечно, много стоит, огромного спасения. И дело все в том, что самое главное, что позволяет решать любые вопросы, в любом ракурсе, в любом положении, в любой ситуации, это знание. Поэтому действительно, те шаги, те решения, которые сегодня принимаются в правительстве Ленинградской области, губернатору, администрации, административного района, административного района, административного района, это шаги, которые направлены, чтобы информационно вас служить. Дорогие друзья, все мы с вами давным-давно знакомы. И мне всегда приятно присутствовать на вот этих форумах, когда собираются старосты и решают злободенные вопросы на своих территориях. Ведь старосты – это главное звено в системе муниципального управления. Именно через вас, прежде всего, решаются злободенные вопросы, которые встают перед поселением. Всего самого-самого. Уважаемый Викторий Викторович, уважаемый Александр Иванович, уважаемые коллеги, ну, как вы уже слышали, из выступления Викторовича у нас успешно на территории работы 95-й областный закон. И во многом мы так ориентировали о том, что удалось сохранить институт старост, и благодаря тому, что в 2010 году администрации посельских поселений, администрации района провели большую работу, в результате которой 120 деревнях и поселках, в которых проживает более 15 детей жителей, были измены старостные. Поэтому, когда 95-й областное законодательство было в действии, мы уже были готовы по нему работать. принято решение о создании Совета старостных населенных пунктов Кангисевского муниципального района. И буквально через несколько дней после праздника Дня местного самоуправления 21 апреля, который был, 27 апреля этого года, вышло постановление номер 1030 в результате Совета старостных населенных пунктов Кангисевского муниципального района и администрации Кангисевского муниципального района. Спасибо. Спасибо. Закон номер 95 ОЗС с длинным названием, который все ократно называют законом о старостах, был принят 3 года назад. Администрация сельских поселений, депутаты, старосты и сами жители тогда провели огромную совместную работу, в результате которой была упорядочена и должным образом закреплена новая структура этой формы местного самоуправления. Избраны общественные советы, возглавляемые старостами. Сегодня они работают на 140 частях территории и 160 из 6 населенных пунктов без учета административных центров. В соответствии с законом, сельские поселения получили субсидии из областного бюджета от 75 до 98% в зависимости от дотационности именно по теме мероприятия, которые были определены жителями на сходах. Так, в 2013 году 9 сельских поселений района получили 4,1 миллиона рублей, в 2014 году вдвое больше, а в этом году уже около 13 миллионов рублей. Таким образом, поселения получали от 200 тысяч до 2 миллионов рублей на решение самых насущных, по мнению жителей, вопросов, в их числе изготовление спортивных площадок, детских площадок с установкой спортивных элементов, ремонт колодцев, благоустройство территории, ремонт участков дорог, организация или ремонт пожарных водоемов, ремонт участков коммунальной инфраструктуры, установка кондренерных площадок, замена светильников куличного освещения. Спектр вопросов, которые хотелось бы поднять, он, наверное, выложился в 10 минут. Все вопросы живые и насущные. Первое, наверное, что хотелось бы поговорить, это о порядке обеспечения кровати для населения, чтобы это для всех было понятно. Я на территории работал уже 5 лет, практически ровно 5 лет, поэтому могу сказать, уже какой-то определенный этап в жизни лесного хозяйства на территории района могу проанализировать и сказать, как было, как есть и как мы хотим идти дальше. Поэтому, чтобы для вас было понятно, лесничество является частью Кенесевского района. По сути, все, что делается в лесу, делается на благо района, многие не будут громко говорить, и в нашей стране. У нас 5 летатор на территории района, которых я также сюда пригласил, чтобы они слышали общую позицию, которую я буду озвучивать. Мы постоянно встречаемся, наши арендаторы несут основную наручку, это арендаторы, которые являются с целью заготовки для леса. Здравствуйте, деревня Мердия, староста Николаева. Вот вы говорите, большие дороги, там по 50 метров, когда-нибудь до маленьких деревень, которые живут от дороги, начиная от 4 до 5 и больше километров. Лес убираться будет вдоль дорог, потому что он падает сумасшедшим, он падает на машину, он падает на людей, там просто валежники. Вырезать нам не разрешают, потому что у нас, например, заказник. Я разговаривала с нашим лесником, но он, грубо говоря, меня послал, сказал, ничего трогать нельзя. Я понимаю, что он сказал, у него нет времени, у него нет возможности, например, на нашей территории. Мы можем сами вырезать. Пусть он пометит эти деревья плохие. У меня люди придут, допустим, у каждого есть медзапила. Мы можем сами это сделать. Сфотографировать, сделать, сфотографировать достаток, убрать ветки и так далее. Просто, я понимаю, что вам не разорваться, но с маленькими деревнями тоже далекими надо что-то делать. Давайте мы уйдем на то, что мы сами можем. Мы уже видим, что мы здесь уже сами наделали. Я еще пять лет здесь работаю, я вижу, что здесь наделали сами. Есть арендаторы, мы распускаем, они это делают. Еще раз, нет рынка, сейчас я вам скажу, как я ищу, нет рынка дровяной древесины. Объем пользования 20, как минимум 20 тысяч метров кубических нужно в районе дровяной древесины по году. Это минимум. Мы нашли давал моего леса. Но дело в том, что этот завал как раз идет по краю деревни. И у нас сейчас там пожароопасная остановка. Я неоднократно обращалась в полость, у меня и земли не действуют. Значит, когда я пришел в протокол в деревню по состоянию пожароопасного состояния, я всегда, у меня там не приписка пожароопасная остановка по краю леса. Кто должен этим заниматься? Кто должен найти этот завал? Это работа с лесничеством и арендатом. А кто арендатом? А кто арендатом? Вы понимаете, у нас деревня идет огня. И там для горячей мы не стоим. Буквально мы сейчас встретились. Мы знаем этих проблем и этих площадей просто очень много. Но вот вы сейчас сказали, мы можем расставлять приоритет. мы можем расставлять приоритет. Вот это важно. Вы сейчас сказали на случай, мы сейчас провели обследование на этой территории. Давайте, чтобы не было на автологии. Вот вы просто в мой телефон написали, вы мне звоните, мы отправляем в лесничество. И просто план мероприятия назначили, и мы вам скажем, как это будет выглядеть, и вы увидите, как это будет выглядеть. Вот и все. Что вот эти вопросы мы теперь с вами в таком формате будем периодически обсуждать. я еще кое-что на финише скажу, вам будет все понятно, будем дальше работать. Я понимаю, что сказать грузов это не ваше вкусо. Но здесь арендаторы должны это грузо убрать. Правильно я понимаю? Неправильно. Хорошо. Наши арендаторы готовы в рамках 70-летия Дня Победы нашим ветеранам дрова повезти. Вы знаете, я вам скажу, дрова ветерана. Вот более 200 заявок, более 200 заявок в льготной категории граждан. Это огромная нагрузка. Вы понимаете? И больше всего, когда начали обеспечивать дрова, так многие еще отказываются. В течение последних двух лет на берег Белого озера приезжает некое военно-дократическое общество в количестве там 30-40 человек. И установлены, так сказать, там лагерь, извините, пожалуйста, кастры, навешанный плат перед ними России. Есть какой-то договор с Невесного хозяйства. Дважды обращался к леснику, привозил фотоматериал. Мы знаем, об этом же проблема-то в чем? Проблема-то в том, что они просто портят экологию. Они могут извиниться за 150 рублей. Давайте конструктивно говорить. На самом деле, на самом деле, это все проводится санкционировано, и я тогда нужно перечислить. Вот насчет пунктов, в чем они прутят экологию. Я знаю эту проблему. Я знаю проблему, она на самом деле скандальная, и когда приезжают дети, чтобы было всем понятно, о чем разговор, военно-патриотеческий лагерь, это детишки до 10 лет, которые, которые воспитывают касающиеся обществу, и которые гоняют население, чтобы они не жгли костер и мусор собирают, это вокруг этого два года, под патронажем научно-исследовательного института наоборот местного хозяйства. Ну как вы говорите? Вы знаете, я сделал фотоснимки, отвез... Да я два раза, два года подряд скурирую. Показал, как они там есть, то, что показали. А мы заснули, я не знаю, в какие меры... Я проблемы не вижу. Проблема такая, пусть они устраивают это, не на берегу, а где-то на поляне в 150 метров. Давайте мы сами разберемся, что нам делать в нашем местном хозяйстве. Потому что это не реагирует, а и студент реагирует. Мы все прекрасно понимаем, что работы не початый край. Дмитрий Александрович, я думаю, может быть, немножко где-то был категоричен в своих высказываниях, но в принципе золотая середина, она есть во всех этих спорах. Если позволяет экономика, то, конечно, надо и требовать, чтобы арендатор выполнял те или иные мероприятия. Методические и правовые уходы правительства арендационной области. А задача по реализации 95-го послого закона на 2015 и период до 2018 года. Пожалуйста, внимание, напоминаю, вопросы можно задавать в письменном виде тоже. Будем отвечать. уважаемые президенты, уважаемые старосты, немножко переформатировал свое выступление в связи с выступлением Дмитрия Санча, поэтому скажу несколько слов. очень правильно вам говорит, что дорога должна быть с двухсторонним движением. Реакция вот старость должна быть и учитывая, что наш комитет вплотную начал работать с приемами губернатора Ленинградской области, это движение должно быть примерно в таком виде. Вам, соответственно, раздали всем списке телефонов тех, с кем мы должны общаться и на последнем как раз в 10-10 мы проводили первый прием тематический по Газпрому и в итоге губернатору ушел доклад, что Газпром и газораспределение, правильно я говорю, организация, сделала как раз организационные выводы и научила свой персонал общаться с гражданами. Так вот, я здесь слышал как раз в аудитории о том, что кто-то из лесничек сказал, что они не будут этим заниматься и это было сказано некорректно, я бы так сказал, поэтому вот эта как раз вся информация и должна притекать, я так понимаю, Дмитрий Александрович, чтобы он делал эти ворк-выводы и, соответственно, проводил свои совещания. Поэтому, жалко, что... Вот сейчас обращаю ваше основное внимание. Размер грант из бюджета Ленинградской области составляет не более 60% от общей стоимости проекта. Финансовое обеспечение оставшейся части, то есть 40%, это за счет средств бюджета сельских поселений, а также обязательного вклада граждан и юридических лиц, также предпринимателей. Доля вклада граждан и юридических лиц может быть в различных формах денежные средства, трудовые участия, предоставление помещений, технических средств. Комитет финансов Ленинградской области перечисляет на счет администрации сельских поселений определенную сумму. Поэтому вся ответственность предоставляемого пакета документов лежит, конечно, на администрации сельских поселений. Контроль за соблюдением целевого использования осуществляет комитет по акропромышленному комплексу. В качестве реальных примеров реализации мероприятий нам предоставил информационный комитет по акропромышленному комплексу. Вот вы видите на слайдах с 2014 года два проекта. Это в Слантовском районе парасемейного отдыха и обустройство уличной спортивной площадки в деревне Тарашковичи Лужского района. Есть поселения, где газ пришел. Это и Пустобежья, это поле, это Котельский. В перспективе должен быть газ везде, в том числе у Зеркина услуга Вестина и Нижна. Значит, буквально недавно проводил Павел Васильевич Корейдин, который перед вами выступал, в приемные губернаторы проводили встречи с поселением и нам приезжал занятие в председатель комитета областного правительства НТЭК Никита Алексей Владимирович, который сказал, что между правительством Ленинградской области и Газпром газораспределения, так как это называется, первоболгаз по старому, существует соглашение и они вырабатывают сейчас программу по развитию сети газопроводов, в том числе на территории Кемисевского района. Сроки они называли разработки этой программы октября текущего года. Поэтому ближе к октябрю я могу более с уверенностью точно сказать даты в годах, когда этот газ должен прийти. уже имеется по областному правительству. Это Пустанеша, Мануила, Евгений, Недоблицы первый, второй от проектированной ГРС услуга до индустриальной зоны услуга Березники, Большие Балгарицы. Третье опять же от услуги Куземкина, Рокша, Ванакюля, Карелия, Текина с отводами на Краколе услуга Эбраженко, Людья, Малая Куземкина, Волкова, Пенебида, Следующий сейчас Афолия, Горгумна, Кёрского, Китерицы, Войнаслава с отводом на промзону Медерей Раговицы и последний это Кайбалова, Людья, Зеверкота, Мунислава с отводом на Непрогу. Отлов с животных не завершается их уменьшением. Мы лояльно относимся к нашим собратьям меньшим и когда у нас работают медики, а они в обычной своей работе изначально это те, которые вращают леща животных, они не настроены на то, чтобы собаку изничтожить. Поэтому отлов безнадзорных животных у нас начался с прошлого года, в четвертом квартале были переданы полномочия на местный уровень, то есть изначально это полномочия региональной власти, то есть правительства и городской области, всем районам были выделены средства и мы в четвертом квартале заключили за последнее время вот первый договор, у нас был период, когда мы сами отлавливали животных, теперь снова вернулось уже исполняя полномочия в правительство и городской области. И в прошлом году мы 40 животных таким образом тут хотел сказать кастрировали, там все идет, в основном работа идет с особями женского пола, их кастрировать для того, чтобы не развивалась популяция. Сразу скажу, значит, в этом году половина, например, работы уже выполнена до мая месяца, еще впереди предстоит отловить 74 особи, до сих пор у нас было Котельское поселение 7, Кускурское 8, Кустомежа 1, Большомуцкое поселение 4 и Кемисерское городское поселение 16. Недавно, может быть, кто-то видел в интернете замерку семейного магнита в приятном случае таких животных было отловлено и увезено в Санкт-Петербург на Бередешку. За ними сейчас придется нам людей. Это в тех случаях, когда собаки агрессивны и они могут причинить вверх людям. В тот день хотел показать вам статистике за этот год подразделение пожарной охраны кемисерского района было свершено выезды 69 на пожар конкретно на возгорание 186 на тушение грамот из них 112 на последствии ДТП 39 оказание помощи населения 38 и возраст 104. Вряд ли участвовать совещание на вторых справках рассказать о работе участковых в связи участковых занимаются работой сельских поселений это населенные пункты сельских поселений я дал команду чтобы в связи с обновлением старост поселений со всеми встретились чтобы они считают самым необходимым в моменте нужно найти взаимодействие по обмену значимой информации потому как те же поселения только участковые возможно в моем мнении первым идти как бы на помощь потому что город далеко ехать бывает сделан сейчас добираться там сдается поселение в основные задачи многофункционального центра по предоставлению государственных услуг и муниципальных входит следующее это организация и предоставление государственных и муниципальных услуг с соблюдением требований комфортности исключающие необходимость непосредственного взаимодействия граждан и организации с органами которые предоставляют данные услуги заключается следующее что при обращении в центр можно подать заявление на предоставление услуг различных ведомств при этом нет необходимости обращаться к разные инстанции предварительно записываться на прием МФЦ берет для себя весь процесс взаимодействия с государственными органами а гражданин или организация здесь же в МФЦ указанный срок получает готовый ответ на свое обращение это оформленный документ свидетельство справка или вымеска качество услуг которые предоставляются центром постоянно контролируется заявителям которые обращаются в наш центр предлагается заполнить ангетов которые он сможет ценить работа деятельности центра согласно результатам ангетирования 95% опрошенных оценивают работу центра на отлично и хорошо по следующим показателям ожидание очереди комфортность условия ожидания актуальность достоверность предоставляемой деятельности сейчас быстро у меня есть полномочия вручить две грамоты от губернатора в следующем раздельном потому что он уже бегать не может за наградающей лесной и несколько грамот от нас от администрации затем всех присутствующих приглашаем на второй этаж пообщаться неформально в ханутке выпить по чашке чая